МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сухумской крепости открылась фотовыставка видных общественных и политических деятелей позднесоветского периода Абхазии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 19 июля в республике Никарагуа отмечают национальный праздник – 44-ю годовщину Сандинистской революции. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил президента Никарагуа Даниэля Артега с праздником. Сегодня республика Никарагуа – независимое, свободное, суверенное государство, которое никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела и посягать на свои национальные интересы. Несмотря на давление и политику двойных стандартов, присущих современным международным отношениям, Никарагуа в равной степени поддерживает все народы, борющиеся за свободу, независимость и самоопределение, говорится в поздравлении. Аслан Бжаня выразил благодарность Даниэлю Артеге, правительству и народу Никарагуа за неизменную поддержку Абхазии на международной арене и за теплое и братское отношение к нашей стране, народу и ее представителям. От имени Народного собрания парламента Абхазии поздравил депутатов Национальной ассамблеи. В Монагуа состоялась встреча первого вице-премьера Абхазии Беслана Джопу, с министром сельского хозяйства республики Никарагуа Боско Кастильо. В ходе встречи Боско Кастильо провел презентацию сельского хозяйственного потенциала Никарагуа. В свою очередь Беслан Джопу рассказал о развитии сельского хозяйства в Абхазии и отметил важность сотрудничества. Беслан Джопу и Боско Кастильо договорились продолжить двусторонний диалог. Правительственную делегацию Абхазии во главе с первым вице-премьером Бесланом Джопу приняла мер Монагуа Рейна Руэда. Она отметила существующий потенциал и выразила приверженность к дальнейшему укреплению отношений между столицами. Беслан Джопу также выразил уверенность, что взаимоотношения между двумя столицами будут укрепляться, несмотря на географическое расстояние. Соглашение о сотрудничестве между Сухумом и Монагуа было подписано в 2021 году. В рамках поездки в Никарагуа делегация Абхазии посетила музейный комплекс, расположенный в Монагуа. Работники музея рассказали об истории Сандинистской революции, ее героях и показали копию дома, в котором родился и вырос легендарный генерал Аугусто Сандину. А в канун национального праздника Никарагуа 44-й годовщины триумфа Сандинистской революции делегация Абхазии была приглашена на торжественный ужин от имени правительства страны. На ужине присутствовали представители правительства Никарагуа и почетные гости, прибывшие на празднование национального праздника. По поручению Аслана Бжания, посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Квициния выручил орден Ахтепша второй степени Игорю Ахба. Первому послу Абхазии в России, как сообщает пресс-служба посольства, Алхас Квициния поздравил Игоря Ахба с высокой наградой. Поблагодарил за большой вклад в развитие и укрепление абхазо-российских дипотношений, многолетнюю и результативную деятельность. За значительный вклад в становление и развитие изобразительного искусства, высокое профессиональное мастерство, воспитание подрастающего поколения художнику Виссариону Цвижба присвоено почетное звание «Народный художник Республики Абхазия». Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжани. Следующим указом президента за заслуги перед Отечеством активную общественно-политическую деятельность председатель Совета Старейшина Чемчевского района Юрий Лагвилава награжден орденом Ахзапша Третьей степени. На 1964 году ушел из жизни Джимал Эшба, человек, который всю свою жизнь посвятил работе в сфере сельского хозяйства. Он сделал многое для эффективного развития отрасли и внес существенный вклад в становление агропромышленного комплекса республики. Последние годы возглавлял Ассоциацию аграрьев Абхазии. Время и тяжелая болезнь никого не щадит. Джимал Эшба прожил наполненную яркими событиями жизнь. Очень много сделал для республики и многого достиг. Работал на разных руководящих должностях. В 1983 году Джимал Мушневич окончил Московский институт инженер сельхозпроизводства. После год работал по профессии. Далее его переводят на должность управляющего сельским хозяйством в Ищемчирский район. В Абхазии только была введена в эксплуатацию птицефабрика, в Кинге, кинская бройлерная птицефабрика. Тогда был Советский Союз. По союзным меркам это был огромный объект, один из мощнейших. Там работало больше полторы тысячи человек какое-то время людей. Джимал Мушневич возглавил профсоюзную организацию этого объекта. Мы тогда с ним познакомились. Он на протяжении всей жизни, у него были идеи, которые мало кому приходили в голову. По их грандиозности, я не без преувеличения говорю, люди часто сомневались о том, что к ним можно с какой стороны подобраться. У Джимала получалось воплощать в жизнь не все, но во многом своем получалось воплотить в жизнь те идеи, которые созревали у него. И тогда, еще в те годы, было очень много сложностей. Это был конец 80-х, начало 90-х годов. В 90-х Джимал Эшба становится предпринимателем в аграрном секторе. Джимал Мушневич также стоял у истоков национально-освободительного движения Абхазии. Обладая острым умом и ораторскими способностями, он принимал активное участие в работе НФА Айдкалара. После войны он с новыми идеями возвращается в село Кындах восстанавливать разрушенную птицефабрику. Им было создано действующие, от с нуля, значит, восстановленные объекты. Там люди, ребята, которые, ну, все друг друга знали, сделали цех по ферментации табака. И это было кустарное производство. Говорить о том, что это было что-то выдающееся, сейчас, может быть, не так звучит. Но по тем временам это было новаторство, это было действительно выдающееся. Потом первые тепличные комбинаты с использованием термальных источников, это было им выдумано и осуществлено. Джимал Эшба был хранителем традиции, которые зародились на нашей земле тысячи лет назад. Он хорошо знал, что прежде всего крестьянским трудом созидалась многовековая история. А развитие родного края всегда держалось на плечах тех, кто возделывал землю, сеял, пахал и собирал урожай. Отец Джимала Мушни Эшба был известным работником сельскохозяйственной отрасли. Как и отец, Джимал Эшба всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству. Какие фигуры работали в то время. Это была плеяда опытнейших производственников, известнейших людей, отмечает Владимир Герия, который возглавляет службу защиты растений Минсельхоза, созданную в свое время Джималом Мушневичем. Владислав Григорьевич Ардзенда руководил еще страной, когда Джимал был утвержден министром сельского хозяйства. Он работал министром сельского хозяйства в непростое время, недолго, правда. Но деятельность свою в таком рамке и в таком масштабе он продолжал до конца жизни. У него много публикаций, у него постоянное общение с людьми в разных географиях нашей родины, и большой, и малой. Он и выезжал часто, он привозил сюда людей, с которыми было очень интересно пообщаться именно на профессиональном уровне. Джимал Эшба был настоящим профессионалом своего дела. Искренне, всей душой любил родную землю и глубоко уважал людей, работающих на ней. Он был увлекательным собеседником и душой любой компании. Все это снискало к нему искреннее уважение всех, кто с ним работал и общался. Знаете, к великому сожалению, когда такие люди, как Джимал, уходят из нашей жизни, ощущается, жестко ощущается пустота какая-то. Он был для нас, для всех, каким-то незаменимым. Если его какое-то время не было на встрече с нами, значит, его не хватало. Это был очень интересный человек, очень грамотный, с неимоверным тонким чувством юмора. Масса энергии, масса инициатив. Это его была такая характерная черта. С супругой Эльвирой Чкок Джимал Эшба создал красивую семью. Он – отец твоих детей и дедушка троих внуков, которые с честью будут нести память о нем. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по факту умышленного убийства Тимура Ахуба, имевшего место в селе Абгархук 19 июля. Как сообщает пресс-служба МВД, министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание по координации оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению убийства. Сотрудниками уголовного розыска столичного УВД задержана гражданка России, подозреваемая в сбытие наркотического средства. Изято вещество в особо крупном размере. Все подробности в материале пресс-службы МВД. В городе Сухум сотрудниками уголовного розыска столичного УВД задержана гражданка, подозреваемая в сбытии наркотического средства. Изято вещество в особо крупном размере. В производстве следственного дела УВД по городу Сухум находится уголовное дело в отношении гражданки Российской Федерации Каплевой Софии Соборовны 1988 года рождения. По подозрению в незаконном приобретении, хранении и сбытии наркотического средства метадон в особо крупном размере. Материалами дела установлено, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по городу Сухум, по улице Папаскир в городе Сухум, на территории фуникулера была задержана гражданка Каплева и доставлена в один из служебных кабинетов уголовного розыска. При производстве личного досмотра гражданки Каплевой было обнаружено и изято 158 свертков с кристаллообразным веществом. В дальнейшем при проведении оперативных мероприятий гражданка Каплева указала на места, где она ранее осуществила сбыт наркотического средства путем так называемых тайных загладок. В ходе проведения неотложных следственных действий по адресу временного проживания гражданки Каплевой был произведен обыск в случаях нетерпящих отлагательств, где среди реоличных вещей было обнаружено и изято 10 свертков с аналогичным кристаллообразным веществом. Согласно экспертной справке, масса наркотического средства метадон, изъятого у гражданки Каплевой, составляет более 66,5 грамм, что является особо крупным размером. По признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазии в отношении задержанной следственным отделом УВД по городу Сухом, возбуждено уголовное дело. Гражданка Каплева водворена ВВС МВД Республики Абхазия. Дальнейшее производство по уголовному делу продолжается. В Галском районе с начала июня работает Центр открытого образования Армавирского государственного университета. Здесь обучают русскому языку и механизмам его эффективного преподавания. Основная работа начнется в сентябре. За три месяца планируют обучить около 300 человек. Подробнее в материале наших коллег из Гал-ТВ. 18 июля представители Армавирского государственного педагогического университета в Галском гуманитарном колледже выступили с докладом на тему генеалогической древо языков и происхождения русского языка. На встрече присутствовала молодежь Гала, учащийся школ и педагоги. С приветственным словом перед собравшимся выступил доцент кафедры всеобщей истории Игорь Басов, а также научный куратор проекта Игорь Крецких. Они отметили, что русский язык и сам Центр открытого образования можно рассматривать как определенное окно возможностей. Очень приятно действительно понимать, что в Абхазии, в городе Гал, в Гальском районе существует, действует наш Центр открытого образования. Можно рассматривать как определенное такое окно возможностей. На лекции о генеалогическом древе языков присутствующим рассказали о том, как языковые системы развиваются и соприкасаются с другими языками. Отдельное внимание было уделено происхождению русского языка. Представлены различные теории о связях с другими славянскими языками. Русский язык – это язык международного общения. По статистике русский язык – это на шестом месте находится по численности людей, которые говорят на русском языке. Русский язык – это язык международных отношений. Это официальный язык ООН, ЮНЕСКО и так далее. Русский язык нужен везде. И в России, и в других странах. Даже видно здесь на схеме генеалогическое древо языков мира. Самая большая языковая семья – это индоевропейская. Индоевропейская языковая семья. В нее входит индоарийская, иранская, армянская, албанская и так далее. Остальные все поменьше. Например, кавказская языковая семья – северокавказский, абхазо-адыгейская группа, абхазский, адыгейский, кабардино-черкесский, нахско-дагестанская и так далее. Южно-кавказская – грузинский язык сюда входит. Менгрельский тоже относится к южно-кавказской группе. Доклад помог участникам углубить свои знания о языках и их развитии. Они узнали о том, как изучение генеалогического древа языков может помочь в изучении иностранных языков и понимании их особенностей. Также присутствующие получили представление о происхождении русского языка и его роли в широком контексте славянских и других языков. Мы очень рады о том, что Армаровинский педагогический университет открыл здесь вот этот центр открытого образования, потому что действительно и в том числе для Россотрудничества ГАЛ очень важен, и эта часть Абхазии для нас очень важна. Здесь собралась очень такая профессиональная команда, и ребята были все вовлечены, скажем так, в дискуссию. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что в дискуссию вовлекаются только лишь тогда, когда ребята в этом заинтересованы. В этом году намеренно и предполагаем, что мы везем в Абхазию так называемый мобильный технопарк детский, в рамках которого дети будут знакомиться с новейшими достижениями в области IT, в области программирования, в области космоса, в области автомобильной промышленности. С одной стороны, это преподавание русского языка, где детям дают, показывают возможности о том, что через русский язык они смогут познакомиться с теми достижениями, которые есть в России. В 2023 год президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил годом педагога в Станах Содружества. Этот год объявлен годом русского языка. Создание таких центров уже под патронажем Министерства просвещения Российской Федерации велось в течение многих лет. Но впервые в этом году этот проект реализуется столь масштабно. Подобные центры открываются в странах, которые, ну, исторически имели какие-то связи с Советским Союзом. В целом, лекция о генеалогическом древе языков и происхождении русского языка оказалась очень полезной для присутствующих, расширивых знания о языковедении и русской культуре. Я считаю, что это очень интересная тема, так как мы можем изучать на примере русского языка наш язык, абхазский язык, так как на данный момент он очень плохо изучен, мало источников и сведений по истории языка именно абхазского, а также языков всего Кавказа. Также мы, кроме того, что изучали русский язык, мы рассматривали на примере разных народов, как связаны слова из тех или иных народов и насколько они взаимствованы. И мы поняли, насколько разных слов из разных языков находятся даже в нашем абхазском языке, не только взятые с русского языка, но и с тюркского, с турецкого, с финского и так далее. То есть, кроме того, мы еще рассматривали также историю России и распространение русского языка не только на территории России, но и на Кавказе, и как оно повлияло на историю нашего государства. В рамках функционирования центра будут проведены мероприятия просветительного, научно-методического и образовательного характера. Их слушателями могут стать не только студенты и школьники, но и все, кто хочет больше узнать о России. Главная задача центра – развитие русского языка, увеличение популярности его изучения и продвижение образования в других странах. В преддверии начала туристического сезона эксперты прогнозировали, что в этом году Абхазия примет до полутора миллиона туристов. Отельеры, с которым удалось пообщаться в нашей съемочной группе, отметили, что ажиотажного спроса на данный момент нет, но заполняемость отелей выше среднего показателя. В тему продолжит Рада Чичава. Абхазия ежегодно принимает сотни тысяч гостей. Показатели порой доходят до ошеломляющих цифр. В прошлом году нашу республику посетило больше миллиона человек. Гостиница «Олимп» принимает отдыхающих в исторической части Сухума с 2012 года. Рядом с отелем находится набережная, парковая зона, магазины, кафе и рестораны. Морское побережье в 800 метрах. В этом году заполняемость процентов 70-80. Правда, хотелось ожидать лучшего. В прошлом году было чуть получше. Но опять же к нам приезжают гости. Есть некоторые, которым тут нравится. И они вот каждый год стараются к нам приезжать. Бутик отеля «Гаруда», расположенном аккурат в центре столицы, как отметила управляющая Диана Тарнава, также на сегодняшний день не наблюдается ажиотажного спроса. Но бронирование и заполняемость отеля держатся на стабильном высоком уровне. Современный дизайнерский отель предлагает более 50 просторных номеров различной категории, соответствующих всем международным стандартам. Не могу сказать, что какой-то ажиотаж ощущается, но мы идем в своем темпе. Брони нам поступают, но по сравнению с прошлым годом чувствуется небольшой спад. Но в целом бронирования идут хорошо. Как я уже сказала, мы идем в своем темпе. Сотрудники отеля отметили, что спрос в этом году несколько уступает прошлогодним показателям. Связано это, по мнению большинства спикеров, со многими факторами, в том числе и общемировой политической обстановкой. В связи со всей ситуацией, которая происходит в мире, люди боятся, какой-то страх присутствует. Но опять-таки есть, конечно, категория, которым отдых, наоборот, необходим. И поэтому, видимо, все в совокупности. И выстроилась такая картина. Мы общаемся со всеми отельерами, и у всех ситуация плюс-минус одинаковая. Поэтому мы, естественно, всем желаем хорошего сезона. Горуда расположен в нескольких минутах ходьбы от моря и представляет собой семиэтажный корпус с лифтом. Изюминка отеля – дизайнерский интерьер, оформленный в колоритном восточном стиле. Каждый этаж соответствует культуре одной из стран света – Египту, Турции, Китаю или Индии. Несмотря на снижение показателей в сравнении с прошлым годом, управляющая отеля подчеркнула, что повышение спроса ожидается к началу так называемого «бархатного сезона». Следующее место притяжения туристов – гостиница «Интерсухун», рядом с которой находится городской пляж, центральный рынок и набережная. На сегодняшний день количество, процентном соотношении загруженности, то в принципе для сезона это нормальное процентное соотношение, ну примерно до 75% на сегодняшний день у нас загрузки. Но что касается, допустим, августа и сентября, по броням, которые на данный момент у нас есть, в принципе у нас тоже предполагается, что эти месяца тоже должны быть хорошими. И вот в сравнении с прошлым годом они также одинаково идут, пока без изменений. Коммерческий директор гостиницы «Интерсухун», предлагающий гостям 167 комфортабельных номеров самых разных категорий, отметила, что некоторое падение спроса может быть связано с самыми разными факторами – и погодными условиями, и геополитическими. Практически большинство всех отдыхающих – это те, которые приезжают с России. Естественно, та ситуация, которая происходит сейчас у них, не может не влиять, в том числе и на Абхазию, и на туристический вообще рынок. Сотрудница бутик-отеля «Леон», расположенного непосредственно на Сухумской набережной, Ирена Матуа, рассказала, что заполняемость номеров в этом году держится на стабильно высоком уровне. Крайне удачное расположение отеля идеально подходит как для однократного визита в солнечную столицу, так и для комфортного проведения запланированного отпуска. Как отметили в бутик-отеле, из 36 имеющихся номеров часть забронирована уже на конец лета и начало осени. У нас ежегодно заполняемость очень хорошая в этом году, как и планировалось. У нас как бы сбоев нет зима-летом. Естественно, летом у нас заполняемость выше, чем весной и зимой. Но у нас все всегда стабильно, заполняемость очень хорошая в этом году. Можно сказать, 100% заполняемость. Гости столицы рассказали, в свою очередь, что отдыхом довольны. Все нравится, спасибо. В Абхазии тоже первый раз. Очень нравится природа у вас красивая. Столица здесь красивая, все в шаговой доступности. Нравится. Успешность туристического сезона зависит от множества самых разнообразных факторов. Погодных условий, экономических и политических обстоятельств, психоэмоционального состояния людей. Отдых в Абхазии с каждым годом становится все привлекательнее для гостей республики. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. По поручению президента Аслана Бжания, правительством было подготовлено распоряжение о запрете финансирования на проведение корпоративов, за исключением празднования юбилейных дат государственных органов и учреждений. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство финансов. Данные ограничения распространяются на распорядителей и получателей средств бюджета, в части использования средств не только поступающих к ним напрямую из бюджета бюджетной системы, но и в части средств, которые образуются у бюджетных организаций в виде доходов от приносящих доход деятельности. Все бюджетные организации, все бюджетополучатели в процессе исполнения бюджета должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств. Это соответствует принципам бюджетной системы проведения корпоративов. Это все-таки мероприятие для сотрудников организации и прямого отношения к уставным целям и задачам организации, и их сферы деятельности отношения не имеют. В свою очередь Минфин своим внутренним приказом установил ограничения для бюджетополучателей и в том числе указания для управления казначейства о том, чтобы не осуществлять санкционирование расходов, связанных с оплатой подобного рода мероприятий. Фотомозаика прошлого. Так называется выставка, которая открылась на территории историко-архитектурного заповедника «Сухумская крепость». На экспозиции можно увидеть фотографии видных общественных и политических деятелей позднесоветского периода Абхазии. Многие из них, которых представлены впервые. На открытии выставки была Гугут Савардания. На этих черно-белых снимках народ, который борется за свою независимость и право на существование. На кадрах люди, за которыми шли, созидавшие и вложившие душу и силы, чтобы их родина процветала. А самое главное – была свободной. Дмитрий Гулия, Владислав Ардзенба, Мучни Хварцкие, Зура Пачба, Юрий Воронов, Даур Зантария. И другие выдающиеся личности Абхазии смотрят с этих фотографий, словно они и сегодня среди нас. Но тут очень много людей, которые в 70-80-е годы находились у истоков формирования нашего национально-освободительного движения, у истоков формирования каких-то идей, которые сегодня практическими реализовали, а также некоторые не реализовали. И людям надо знать свою историю. Более 140 снимков собраны в стенах Сухумской крепости, одного из самых важных мест историко-культурного наследия. Фотомозаика Абхазия в позднесоветский период, организованная Баталом Кубахи и Ильяной квартели, переносит нас в один из самых насыщенных и сложных периодов для нашей страны. Начали мы с середины 70-х годов. Это было очень интересное время. Очень много современников наших, которые могут рассказать об этих событиях. А, к сожалению, очень многих уже нет людей. Мы решили показать, что происходило в Абхазии, чем жило наше общество в разных сферах. И в политике, и в археологии, и в культуре, в науке и так далее. Показать со всех сторон. Это был очень сложный период. Это был и период творческого подъема, перестройка началась, свобода слова. В общем, оцифровано более полутора тысяч фотографий. Они будут представлены позже. Это такая большая работа, которую мы продолжим. Мы будем работать с частными архивами, цифровать их, чтобы это было в фондах нашего госархива, чтобы это было навечно спрятано. Фотографии портятся. Очень тяжело было их обрабатывать. Но вот то, что видите, что получилось. Как отметили организаторы, сбор снимков – очень сложная и кропотливая работа. В сборе материала помогли руководители государственных музеев. Многие фото из личных архивов общественных и политических деятелей. Мы работали с архивами и Государственного музея, и архива Музея боевой славы Гудауты. И с частными архивами, как, например, архив Владимира Попова, Ремзи Константиновича Агрба, Кецба и других людей. Есть фотографии из архивов Шалва Денисовича и Налыпа, Георгия Алексеевича Дзидзария. И из наших частных личных архивов. То, что нам показалось интересным. Это, конечно, неполная, далеко не полная картина. Это только начало. Мы надеемся, что когда наши граждане увидят эти фотографии, возможно, они захотят поделиться фотографиями из своих архивов. У нас будет еще онлайн-экспозиция, так что мы будем дополнять эту коллекцию. Многие работы очень известны, а какие-то выставлены впервые. Тематика снимков разнообразна. Диаспора, общественно-политическая жизнь, спорт, культура, искусство и археология. Археология очень важна была в тот период. Люди изучали свою историю на античных средневековых памятниках бронзы. Это подпитывало их понимание о том, какой они идентичности. Очень мало было правдивой истории. Археология. Вот туда, паломничество, к Мушне-Хвардске, вся рафинированная интеллигенция, богема, ученые ходили на раскопки, копали, а вечерами размышляли о будущем нашей страны, о нашей культуре. Одна из главных целей выставки – не только рассказать, но и вызвать интерес у молодого поколения к своей истории. Экспозиция в стенах Сухумской крепости продлится до 23 июля. Гугу Савардания, Заур Квартия, Абхазское телевидение. Сразу после выпуска новостей смотрите расширенный репортаж совещания президента Аслана Бжани с активом Ачучерского района. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, 20 июля на территории Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно жаркая погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 25-30 градусов. Температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.